Всем привет, наши любители приключений и путешествий! Доехали мы на своем мотороллере до города Марморис. Ну, как видите, да, вот погодка следующая. Опять у нас вот все тут тучи, облака и вдобавок идет небольшой дождик. Ну, а что делать? Мы идем осматривать город. Марморис очень популярный курорт, который располагается между... Точнее, на стыке Эгейского и Средиземного моря. В общем, говорят, тут очень любят отдыхать. И русские, и европейцы. Ну, посмотрим, что из себя представляет этот город. Мы проехали на Абайке за 6 дней 1700 километров. Приехали мы сюда еще вчера. Не гуляли, потому что очень устали. Думаю, надо хоть вечерочек один отдохнуть. Так, немножко вышли, прогулялись, зашли в несколько кафешек. Цены, хочу вам сказать, даже подороже, чем в Алане, как нам показалось. Ну, вот видите, здесь то же самое. Вот шаурма, такие вот кафе. Ну, мы еще ни разу в Турции не ели вкусную шаурму. А вот ценники. Можем посмотреть, да, вот даже ценники есть. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Как зовут вас? Алибаба. Алибаба. Привычный, наверное. По привычке. Так, мы посмотрим, какой прайс. Давай даже что-нибудь для сравнения, быстренько. Чикен дюнер. Чикен дюнер с 180. Искандер дюнер. Да, искандер. Вот такой вот. 220 лир стоит. Так, а вот... Шаурма. Шаурма, да. Сколько стоит? Вот 110. 110 лир. Вот это. 110. 110, 110, 110 лир. Хатай называется, если что. Да, Хатай, да. Ладно, висинг, maybe, камбэй. Окей. Прошли мы ряд вот киосочков. Есть много обменников, где можно поменять денежку. Причем они прям сами предлагают. Говорят, не хотите ли поменять денежку? А мы говорим, мы смышленные. У нас тут все налажено уже. И попадаем прямо на пляж. Городской, бесплатный. Вот так вот он выглядит. Пойдем в голуби это покормим. Голуби видишь на месте сегодня. Голуби на месте. Марморес еще знаменит своими яхтами. Здесь отправляются и учатся кататься на яхте, управлять яхтой. В общем, Марморес еще этим знаменит. Даша, я что-то не пойму, это что, пляж такой, что ли? Такой пляж. Скудники, я бы сказал. Посмотрите, какой неприятный здесь это. Тут прям как будто трамбованный такой песок. Ну, вот, смотрите, видите, он как бы не... Его даже не зачерпнешь. Как будто это просто какая-то... Как настроить его? Приговорение узкое. Вот такая вот. Кстати, нету никаких, видишь, лежаков от отелей, зато просто пусто. Вы можете приходить, там все на полотенчиках лежат. Ну, какой-то, да, чонненький такой песок. Вообще не нравится мне все это. И водичка, ну, так, непрозрачная. Может быть, мы где-то в Марине находимся? Давай еще пойдем, пройдемся по набережной. Пляж. Не нравится. Вот, но есть вообще рядом с Мармарисом есть курорты, и где такие более спокойные, не в городе, и там должен быть пляж получше. Мы попозже туда съездим, а сейчас пойдем гулять в самый центр города. В какую мы даже сторону по набережной пойдем? Тут спит на лавочке, устал. Загорают просто. На шезлонах. Да. Такая очень длинная, кстати, набережная. В сторону горы пойдем, да, вот туда? Да, там находится центр. Там находится центр, да. Так, ну вот мы тут продвигаемся все глубже в центр. Здесь вот мы видим детская площадка. Еще впереди вот это загадочное бревно, на котором дети катаются. Похожее на таран памятник. Рыбак? Да, наверное, памятник памятник рыбаку и девочке. Так, и здесь вот тоже есть пиратские корабли, как в Алане. Но сейчас в Алане их там вообще целая эскадрилья этих военных, пиратских кораблей. Даша, пока мы идем в поисках достопримечательностей, расскажи, как тебе 1700 километров на мотороллере? Понравилось? У меня болит спина. У меня вообще болит все, если честно. На мотороллере, на скутере не очень удобно путешествовать, на большие расстояния. Еще здесь мы ехали вчера там по горкам, с горы спускали все время вниз. Едешь и так вот упираешься. Короче, неудобно, все болит. Еще у скутера очень плохая аэродинамика. Его постоянно поднимает ветром, то есть прям вот так вот валтузит. Ну и на подъемах он, конечно, немножко прям тухнет. Еще на дорогах здесь часто можно встретить срезы. Срезают дорогу, наверное, на тех местах, где зимой скользко. Вот. И когда попадаешь на этот срез, скутер тоже не может держаться. Он начинает валтузить. Турбулентность. И как бы, мне кажется, у меня всегда и волосы прибавились, потому что было страшно. Также в Марине есть вот такие вот маленькие рыболовные судна. Мы вот, да, и думаем, что нам достаточно будет вот такой вот лодки. А он там впереди сидит, дедушка в сеть вяжет. Нам и обнаружен памятник блогерам. Смотрите, с камеры ходят, снимают здесь все. Они видят нас, мы их, да, это блогеры, видишь? Памятник туристам. Это блогеры? Ну, кто блогеры? Это вот смотри, это ты вот идешь, да, смотришь, куда мы сегодня пойдем маршрут, да? А это я вот иду такой хоп, все снимаю здесь. А это наша третья подруга. Я всегда с тобой беру видеокамеру. А это кто-то из наших подписчиков с нами идет, тоже все фотографирует. Еще мы к кому-то в гости идем, что ли? Да, по Бабырику пройдем, посмотрим что-то. Вот когда мы в Индии ходили по вот таким узким улицам, мне всегда хотелось к кому-нибудь в гости зайти. Это очень симпатичный. А, здесь, да. О, вот такая лестница, какие дома там. Вот тут можно тебя сфотографировать. Ты вот так спускаешься, а я тебя фоткаю. А здесь вот такой еще небольшой ресторанчик. Вот голубая дверь, как в Греции, как на Кипре. О, да, глянь, красиво, красиво здесь. А мы, кстати, и на крепость таким образом пройдем. Ну, здорово. Посмотри, как здесь красиво. Белое здание, голубые балконы, все в цветах. Здорово. А, здесь фотосессия. Все, перейдем, идем. А это что, только башня от крепости осталась? Не пойму, где вообще? Ладно, пойдем, зайдем. Сейчас узнаем. Это же свод с виду, все, что вот есть. Походит легенда, что когда, ну, одна из легенд, когда Александр Македонский увидел эту крепость, он сказал Марморис казнить. В общем, того, кто построил эту крепость, она ему не понравилась. И это поэтому так назвали город. Но это одна из легенд. Вообще, Марморис, по-моему, переводится как «сияющий». Ага. Миробла, вот, вот. А что, сюда ход платный, да, получается? Да, он исполнился по карте, можешь прийти. Ага. Опять мы столкнулись с приятным бонусом, поскольку у нас есть ВНЖ, и мы имеем вот такие вот музейные карты. Вот так они выглядят. Тоже тут наше лицо вот такое вот страшное есть. Вот. Поэтому нам вход бесплатный, это очень радость. А так вход в крепость стоит 100 лир с человека. Ого. Что это такое? Медракон там летит. Ого. Это вертолет без крыши. Это вертолет на воду, чтобы садиться еще. Да, еще с такими. Такой водный вертолет какой-то. А я думал, дрон летит сначала. Так, здесь есть много кувшинчиков. И вот так выглядит внутри крепость. Сейчас покажу. В общем, это такая башня осталась, да, от крепости. Кстати, внутри еще есть музей с экспонатами древнями. Тоже зайдем посмотрим. Как раз вы, может, захотите 100 лир сэкономить? Мы вам бесплатно вот прошли и все покажем. Потому что немногие, кстати, ходят на крепости именно. Потому что она платная. Ну и якобы тут делать нечего. И дорого, да. 400 рублей вход. И она маленькая. Сейчас я вам покажу. Вот она, в принципе, видите, и вся крепость. Это вот такие стены. Такая территория внизу. Народа здесь, как видите, очень-очень мало. Уже крепость Воланьи, она гораздо-гораздо больше. Интереснее там погулять. И при том она бесплатная по большей части. Сахерочек здесь такой хороший. Так, вот он старый город. С черепичными крышами. Давай вниз спустимся в какой-нибудь из музеев зайдем, что ли, посмотрим. Давай, давай в эту сторону посмотрим старый город. Давай, конечно, моя дорогая. Я думаю, конечно, повыше будет крепость. Будет вид на весь город открывать. Ну так, кусочками. Остатки вот пушек. Что-то они какие-то короткие. То ли они уже изгнили, или это короткоствол. Так, здесь же вот в комнатах есть какие-то музейные экспонаты. Вот статуи. Кстати, вот обратите внимание, как статуи делали в древности. И вот кто был в Воланьи и видел, какие статуи современные на набережной установлены. Я имеющее такое ощущение, что это камень просто топором вот так покоцали. На улице тоже статуи. Обезглавленные и обесконеченные. Кувшины. На улице стоят. Колонны где-то, видимо, нашли. Сюда притащили. Теяли используют как музейные экспонаты. Крепость мы посетили. Сейчас опять вышли вот здесь в красивый старый город. Наверное, на данном этапе в Мармарисе мне больше всего понравился старый город. Привел свою возлюбленную в ресторан. В таком, видите, стиле все, как будто рыбацкая деревня. Сети натянуты вверху. Рыбацкий хоторок. Мне хочется насладиться атмосферой, выпить чайку, посидеть неспешно. Продолжаем делиться с вами полезными лайфхряками. Пришли в кафе. Первое, что делаете, спрашивайте цену, даже если вы берете просто чай. Потому что чай в Турции стоит 5-10 лир. Почти везде. Но в туристическом месте могут сказать и 50 лир за чай. После того, как вы уже его выпьете, оперировать будет нечем, поэтому всегда спрашивайте заранее. И это не только касается чая, еды и вообще, чтобы вы не покупали все, что связано с деньгами, всегда спрашивайте цену. Так, смотри, у нас вообще глянь, какие крупные капли. Мне кажется, сейчас град дождь вмочит уже. Посмотри, какие капли, как будто плевки такие. Успеем мы дойти до нашего отеля-то 800 метров, но чувствую, даже осторожнее, можем не успеть. Что за невезуха вообще? Я говорю, седьмой день дождей, представляете, все-таки выбрались мы из Алании, думаю, ну все бы теплело, сейчас поедем погуляем, посмотрим достопримечательности Турции по разным городочкам. И вот, чтобы вы подумали бы, каждый день идет дождь. Путешествия сейчас стали дороже, но это не повод расстраиваться и отменять поездки. Спешим поделиться с вами удобным сервисом для выбора и покупки авиабилетов Тинькофф Путешествия. У этого сервиса наибольшее количество преимуществ для выгодных путешествий. Кэшбэк на покупку авиабилетов до 7%. Удобство использования. Весь процесс проходит в одном приложении. Покупка билетов безопасная и быстрая, не надо даже вводить данные банковской карты и паспорта. Тинькофф умеет заполнять их автоматически. Тем самым вы сэкономите еще и время. Круглосуточная поддержка в чате мобильного банка 24 на 7. Можно покупать билеты на международные направления, оплачивая картой РФ. А еще по промокоду PILOT5 вы получите скидку 5% на билеты от Тинькофф. Кэшбэк также начисляется и рассчитывается от финальной суммы вместе со скидкой. Торопитесь, промокод действует до 31 августа. Так что теперь бронирование путешествий с Тинькофф станет намного удобней и выгодней. Купить авиабилеты можно на сайте Тинькофф и в приложении Тинькофф в разделе город. Переходите по ссылочке в описании и планируйте свое путешествие выгодно. Доброе утро, наши дорогие друзья. Выселяемся мы из нашего номера. Вот здесь мы провели два дня. Вот такой он забыл номер. Что за сутбор, да? Да, ну бардачок как всегда. Душ в номере есть, туалет есть. И даже был балкон. Балкон с видом на дорогу. Если балкон открыт, то шум от дороги идет. Ну и вот такая вот обстановочка на улице. Сейчас у нас по плану сходить на завтрак. Сейчас покажем, что дают на завтраке. У нас все включено. Мираба. Так. Помидоры, яйца, зелень, огурец, арбуз. Колбаса, сыр, оливки, еще сыр, всякие джемы. Ну и вот можно запечь тост, сделать себе. Даже вот такие бутерброды есть. Мы уже подмотали свои вещички. Покажу вам наш отель. Называется, ну так, тост. Так. Мы доехали до такого уютного маленького поселка Ичмеллер. Находится он в 8 километрах от Мармориса. Посмотрим, какой здесь пляж. Это знаешь, где вот так вот мы с тобой были? В Каше, по-моему. Сиде. Да, 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 да. Где и на старт. Сиде. Чем-то напоминает Сиде. Потому что здесь, значит, дурно. Приговорили не отельчики такие вот. А здесь идут пляжи. Ну вообще сюда можно приехать и арендовать там апартаменты себе или какой-то небольшой отельчик самостоятельно. И отдыхать на этом же пляже. Пойдем водичку посмотрим. Пойдем. Наверное, мешки положили, чтобы мы заезжали на мопедах. Так, ну песочек мне здесь не нравится. Вот что там в городе, что здесь. Песочек такой прям грубый. Как будто это вообще земля даже. Ну здесь есть лежаки. Кто приезжает, кстати, в конце Мармориса мы сейчас приезжали. Очень многочисленное количество, очень много отелей. Там и пятерки. В общем, у них там тоже свои такие. Примерно пляжи, так понимаю, одинаковые. Вот от Мармориса он идет вот с таким песком, с камушками. И береговая линия, она такая не очень широкая. Вот. Ну а сейчас посмотрим чистоту воды. Очень важно. Слушай, мне не нравится вода. Вообще, посмотри, коричневый песок. Потому что песок коричневый. А так, в принципе, не прозрачное вроде бы. Посмотреть, сколько лежаков. Людей не очень много. И вообще сейчас и в Алане людей не очень много. Вчера нам писали ребята из Германии, приехали. Говорят, ну мы в Алане, ну мы что-то удивлены. Мы каждый год приезжаем. Говорят, вообще очень мало людей по сравнению даже с прошлым годом. И вот здесь тоже, смотрите, очень много лежаков. Просто ты хотя их выстрелим. Интересно, это уже Эгейское море получается. Оно вот разное со Средиземной. Ну, мне нравится, вот, например, в Алане цвет воды. Он бывает такой прям бирюзовый. Так хочется в него окунуться. А здесь как будто бы озеро. Такое, знаете, вот этот вот или речка. Ну, прозрачная речка. И вот из-за коричневого песка. И меленько здесь. Смотрите, если видно, там мужчина ходит уже где-то далеко от берега по пояс. Зато здесь будет с детьми комфортно. Так, лодочки припаркованы. Развлечение на воде. Мужчина даже рыбу лодит. Ну, мне нравится, очень много лодок. От них вот в любом случае, как бы лодка не была там хорошо сделана, я думаю, что от них все равно будет что-то там в воде плавать. Вот, да, вот и какое-то масло, и, там, не знаю, бензин, все что угодно. Мне, конечно, это не нравится. Мы оттуда приехали. Получается, вон Марморис. И вдоль всей береговой линии там стоят вот отельчики. Например, если путевку берете в Марморис, то, скорее всего, будете жить где-то там вот в отельчике. Будет у вас примерно вот такой вот пляж. Мы приехали в поселок, который называется Турунч. Он очень живописный, в окружении гор. И вот этот чмелер, где мы были, сюда ведет 11 километров серпантина. В принципе, он не такой уж страшный. Можно доехать, минут 20 это занимает. Даже, я думаю, те, кто кого укачивает, нормально, перенесете. Здесь прям горы вокруг. Сейчас пойдем посмотрим пляж. Что из себя представляет Турунч? Это вот такая бухта. Здесь практически не бывает волн, как говорят. То есть можно сюда с детишками приезжать. Кого-то понимает, что, конечно, тут вот серпантинчик есть. Но если отсюда приехать и все дни здесь отдыхать, никуда не выезжать, то это не проблема. Один раз вам серпантин проехать. Многие любят из Марморес арендовать машину и приехать сюда. Или на автобусы. Автобусы тоже сюда ходят. Я прям рекомендую, будете в Марморесе съездить, не поленитесь. Вот такая у нас тут вода прозрачная. Классная. Здесь галька есть. Кстати, кто любит галечный пляж, смотрите, есть галечный пляж. И есть такой вот галечно-песочный. В ту сторону песочный пляж. Пляж большой. И в эту сторону еще идет. И в той стороне тоже есть пляж. Там какие-то отели такие стоят большие. И все это в окружении гор. Вот так вот это все выглядит. Этот отдых здесь для любителей уединения, природы. Вот чисто приехали, наслаждаетесь горами, чистым морем. Купаетесь, кушаете. Ты куда? Да. А здесь попрохладнее, чем в Алании. В эту сторону будет прохладнее, и вода здесь будет прогреваться только после июня месяца. Ну вот в июле-августе нормальная водичка будет. В Алании, например, уже в мае начинает прогреваться. Вот честно, да, сказать, если называть вещи своими именами, назову это место пенсионерским. Честно. Пенсионерским? Да, пенсионерским. А я бы отдохнула здесь. Я, видимо, уже тоже пенсионер. Очень тихо. Да, в Алании ты вышел на улицу, рассказывал, ты идешь, и там движняк. Там люди идут, кто с пивасиком, шортах, капитанской кепочке уже люди появляют. Кто в соломенной шляпе, кто с бухнишком, кто с сигареткой. И вот какой-то движняк. А здесь вот тихо, умиротворенно, спокойно. Мы ехали, никого на улице, людей нет. Очень тихо. Если Туруч вам понравился, напишите. Лайкосик с вас. Вот такие ресторанчики прямо на берегу. Можно с таким видом сидеть здесь, обедать, ужинать. Ну, отдых все равно классный здесь, я думаю, будет. Пенсионер, не пенсионер, но кто любит спокойствие, я думаю, очень понравится. По-моему, читала, что здесь европейцы предпочитают. Вот именно Турунч, поселок, любят европейцы. Как молодые, так и пенсионеры. Мне кажется, еще мало кто вообще знает про... Да, да, мало кто знает. Вот и Шмель, многие русские знают. До Турунча мало кто доезжает из-за серпантина. Вот в таком ресторанчике называется Афидан. Угостили чаем, бесплатно сказали. Мелочь и приятно. Ну, они, наверное, завлекают, чтобы мы потом на ужин пришли. Но мы-то здесь не останемся. Но все равно это очень приятно, конечно. Сделали вам небольшой такой обзор Турунча. В общем, тут поселочек, здесь есть магазинчики, банкоматы. Все здесь есть по минимуму, так скажем, что необходимо. Поселок небольшой, даже вот шок-магазин есть. Вот этот вот отель какой-то стоит. В основном вот все отели, получается, прямо на берегу находятся. Если бы я заселялся, то только в них, чтобы прям каждый день выходить на балкон и наслаждаться морем. Остановились еще на дороге, поднялись уже вверх на гору. Сейчас вид на Турунч покажу сверху. Ну, тут не очень хорошо видно, но видно, что бухта такая. Вот здесь вот, видите, наверху тоже есть такие домики с бассейном. Ну, возможно, это не сдаются. Но выглядит все прям симпатичненько, да? Очень красиво, такие горы здесь мощные. А вот там в горе вообще пещера какая-то. Мне кажется, туда нельзя никак пролезть. Вот такой вот Турунч. Здесь кафе с таким чудесным видом, но оно, похоже, не работает. Возможно, сегодня не работает. Так он еще зеленый. Попробуй, зеленый. А, это белый. Да. Вкусный? Ммм, зачем? Белый тутовник. Тутовник. Не ломай дерево. Видишь, уже прям падает. Блин, в рука, блин, попала. Надо тоже поехать покушать. Ммм, сладящий. Ммм, вкусно. Ням-ням. А я думала, он зеленый, а он просто белый. Кстати, белый даже слаще, чем красный. Гораздо слаще. Вообще, да. Мы приехали в город Дача. Он находится в 80 километрах от Мармориса. В общем, это такое секретное местечко считается у турков. Видим, впереди пляжик. Это такая край города, получается. Здесь вот небольшая такая бухточка есть с пляжиком. Здесь же яхточки стоят. По-моему, здесь тоже обучение яхтингу. Даже у берега нет никаких там, никакого мусора, ничего. Просто чистейшая вода прозрачная. И вот такой вот пляж. Людей очень мало, там кто-то загорает. 80 километров мы проехали. Оно как полуостров. Полуостров, если посмотреть на карту, от Мармориса отходит. Здесь рядом нет никаких, да, городов больших, поэтому вода здесь реально кристально чистая. Вот это вот. Тебе в курточке не жарко будет? Вот же, а куда одеть на байке только? А засунуть уже некуда. Вот все, багажник заполнен. Под сиденьем места тоже нет. Рюкзак забит, только на себе таскать или на байке оставлять. Еще люди говорят, что у вас такая-то одежда, куда эту одежду пихать-то, не могу понять. Здесь есть прогулки, и я, насколько читала, они по красивым бухтам возят. Если доехали до дачи, обязательно надо прокатиться на вот таком кораблике. Вот мы были в Ачмеллере, здесь тоже очень похоже, смотрите, такая маленькая дорожка, отели. И такая же узкая береговая линия, но здесь немножко поживленнее. А здесь, видишь, как береговая линия сделана вообще для ресторанов. То есть здесь можно прям кушать на берегу, как в Арамболе. Именно ресторан сделан на берегу, да. То есть не пляж для загорания, там, купания, хотя людей, вижу, купаются. А именно для наслаждения вот здесь вот обедом, ужином. Тоже интересно. Я, кстати, не видела еще, чтобы вот так вот столики были где-то в Турции, прям на пляже. Вот так здесь люди отдыхают. Очень узкая такая тоже береговая линия. Кстати, каких-то прям отелей все включено. Вот это я не знаю, я тут вообще не видела. Есть какие-то, похожие на пенсионаты и небольшие отели, такие апарт-отели. Вот, а такого, как там в Аланье или в Мармаресе здесь нет. Вот, то есть там, чтобы такие были большие отели, там, с гордами. Вот такой у нас будет обед. Что-то тут набрало, супчик какой-то. Какой-то суп, турецкий, какой-то новый суп. Какие-то такие макарошки в сметанке. Интересные. А не ариф и курочка. Вот фарики. А, это фарики. Вот такое вот заведение. Называется, как-то вот так вот. Вот, в виде столовой. Там готовое блюдо. Вы заходите, показываете, что хотите и набираете. Сколько получилось? 330 лир, да? 280. А, 280 лир получилось вот за это все. А мы нашли еще кое-что интересненькое. Буквально в трех километрах от города дача есть старая дача. Мы нашли старую дачу. Здесь прям туристический какой-то городочек. Посмотри, можно туда вот сходить потом по кругу. Сходим прям сразу здесь. Да. Здесь тоже ресторанчики. Фонариков, гляди сколько, по-наверху или сверху. Какая-то романтическая атмосфера. Дараба. Дараба. Очень красиво. Смотрите, какая красота. Я знала, что здесь тоже такие кафешечки. Можно было здесь перекусить. Глянь, я уже не могу понять. Смотри, диваны тряпочные. Дождь идет постоянно. Сейчас сел такой, как в губку такую. Да, ну, тут такие уютные кафе. Домики вот старые есть такие. Видишь? Вот, наверное, еще. Вот это действительно тоже. Белый вообще дом. Из камней замазан чем-то раствором и покрашен в белый. А есть вообще вот такие вот. Мы, кстати, тоже подобного-то уже много в предыдущих выпусках посещали. Но сюда нужно тоже обязательно заехать. Ну, как пропустим мы старую дачу. Показать, что рядом есть. Мало ли, были или не были. А кто-то же сюда поедет и будет знать, что посетить. Да, я думаю, что здесь и днем, вот видите, как красиво. И вечером будет все цветиться. Там, скорее всего, с низкими-низкими потолками. Смотри. Как раз для нас. Цветочки. Вот эти вот цветы очень часто в Турции встречаются. Да, интересно, они цветут вообще бесконечно. Так, вот такие лучки. Все еще расстраивается. Пока вот такой вот квартальчик маленький. Ну, он как бы приличный по размеру. Погулять здесь найдется где. А это уже новая, видите. Новая пристройка к дому. В принципе, не сильно-то отличается, да? Вот я и говорю, постерем, сделать. И не отличишь. Красивенько. Местные тоже приезжают пофотографироваться. Рядом с домом в Аландии, где мы живем, растет вот это растение. Запах просто необыкновенный. Мне напоминает, знаете, еще крем Невея. Прям правда крем упак. Чувствуете? Ага. Даже туда езжу. Прогулялись по старой даче. Очень приятное, такое очень милое место, где можно приехать, выпить кофе, съесть мороженого, перекусить. Ну так, здесь приятненько. Если доберетесь до дачи, обязательно заедите. Не пропустите. Буквально три километра от города дача. Дождь покрещен, дождь по лужам, дождь нам сейчас не нужен. Блин, а уже... У нас не было ни одного выпуска с этой поездки, чтобы не пошел дождь. Вот так вот везет. Везучи, пилоты! Заколебал ты! Мы на месте. Ребята, доехали до своего любимого городка, поселочка. На тот момент, на 2019 год, да? На 2019 год мы тут были. А, нет, 2018, 2018, да. И тут было так романтично. Мы, правда, жили в кемпинге. Там в кемпинге были такие деревянные домики. Мы его сейчас не смогли найти, но мы уже забронировали себе вот в пансионе, в отеле-пансион. Ну, такое вот, смотрите, зданица. Старенькое такое. Апартаменты класса люкс. Чтобы вы понимали, но, значит, стоимость номера 700 лир за ночь. Завтрак включен. Не знаю, кто завтра придет на завтрак, потому что во всех дверях сунуты ключи. И здесь, наверное, никто не живет, кроме нас. Шкаф деревянный в номере есть. Вот такая кровать, наверное, для ребенка, не знаю, для девчонки, такого человека. А вот, знаете, еще самое интересное, это вот впервые даже в Индии такого уровня не было. Это каменная кровать. Просто камень. Камень. И сверху доска какая-то лежит. Да не камень, там залито бетоном. Бетонная кровать, Бен. Ну да. С матрасом. Здесь очень дорогое жилье в Дальяне. Вот этот номер стоит 2700 рублей. 2800 рублей. Завтрак. Слушай, еще вопрос такой. Он назревает. Есть ли здесь горячая вода? От Wi-Fi пробовал? Wi-Fi работает. Wi-Fi хороший. Есть даже у нас балкончик. Балкон давай покажем. Балкон есть. Это тоже немало важное. С видом на ресторан. С видом на улицу. Можно посмотреть, как кто-то кушает. Мы уже все поели. Да, ну это тоже, да, да. Так, ну и что? Пахнет вкусно, кстати. Цветами всякие. Это. У нас душ в номере еще есть. Душ есть. Нет одеяла, просто тоненькая простинка. Ну, ведь не знаю, зимой поводят, но я вас надеюсь. Ледом-то жарко. И вот душ. Но я включала воду. С белой плиткой, между прочим, и бойлер наверху. Да, мне кажется, у них стоит нагреватель наверху, а солнце небо, поэтому воды тоже горячей особо нету. Такая еле теплая. Ну что, дорогие друзья, мы рекомендуем вам настоятельно подписаться на наш канал, потому что впереди вас ждет еще много незабываемых выпусков. С вас поставить лайк, написать комментарий, что вы нас любите, цените. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, вам понравились наши обзоры. Мы вас тоже целуем и обнимаем. Мы немножечко подустали от такого путешествия утомительного на скутере. Но ничего, мы сейчас отдохнем, взбодримся, завтра покажем Мальян. Но это уже будет в следующем выпуске. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok